Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в принципе, я болела давно с детства, с самого детства, а на фоне вот этой болезни у меня разверлась большая близорукость, а потом уже, вот уже называется, видимо, дистрофия роговицы, то есть, по-простому говоря, растет бельмо на одном глазу. Вот, теперь появилась, оказывается, возможность вылечить, то есть, ну, это оперирует этим операционным методом, хирургическим методом, делает пересадку роговицы. А хорошо, а у вас вот болезнь, сколько лет вы беспокоитесь, с детства? Ну, в принципе, с детства, просто я все равно видела, ну, ходила, видела, работала, и все на свете. А вот последние, вот, скажем, наверное, лет пять, вот, роговица стала мутнеть, начало расти бельмо. А последние годы она практически этот голос не видит, левый глаз вообще не видит. Там ноль, 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 восемь сотых процента. Свет только вижу. Вот, а сейчас вот была предложена, вот эта пересадка была предложена, ну, я согласилась. Вот, фию, пос я знаю, что я не могу. 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 Это было дальше. Есть оператор? Каких оператор? Мы не можем. Он был в Англии. Он был в Англии. В Англии вывел в Англии. Я не знаю. Без пенотом пересадка. Пересадка, или? Кутунатны? Ох, кутаматы. Сегодня мы выполнили две пересадки арговицы. Была пересажена человеческая подаренная арговица, консервированная, которую мы закупаем в глазном банке. У нас на сегодня в России два глазных банка. И второй банк находится в МТК города Москвы, в институте федерации. Сегодня было выполнено две операции больным с дистрофией на арговице. То есть у них были нитные арговицы. Мы пересадили в прозрачной арговице. Операции прошли нормально, в штабном режиме. Мы, в принципе, они называются кератопластики, эти операции. И на сегодня была сделана, выполнена сквозная кератопластика. Вот с использованием банков, вот материалы, которые готовят банки, это первое, что у нас сделано в МТК. А до этого мы всегда, в общем-то, делали при язвах арговицы, например. Мы уже такие операции тоже выполняли. Но при этом использовалась очень глубоко консервированная арговица, которую ранее поставлял Уфимский институт глазных болезней Дашева. И для лечебных целей использовалась. Не с целью улучшения зрения, а с целью восстановления целостности арговицы. То есть это было при воспалительных заболеваниях, таких как язва арговицы, при дефектах арговицы. Вот этим пользовались. На сегодня они тоже прекратили уже выпускать арговицы, потому что все сейчас приходит, так сказать, к общему знаменателю. То есть соблюдаются обязательно все правовые аспекты. Поэтому на сегодня вот такая ситуация. То есть МТК это первая операция? Ну, по сути, да, с использованием этих трансплантантов, да, то есть биологической, то есть трансплантация арговицы была в основном и направлении на этот раз так. Ваши планы на будущее? Наши планы на будущее, ну, достаточно такие оптимистичные. Мы будем работать дальше и развивать это направление. В каком плане? В том плане, что на сегодня мы сделали сквозную кератопластику. То есть мы вырезали этот трансплантат с помощью, например, вакуумных трепанов. На сегодня было выполнено. Существуют специальные вакуумные трепаны, одноразовые. Производство фермы Котеля очень острые, очень хорошего качества. Но на сегодня наши возможности гораздо больше технические. У нас, например, на сегодня есть фемтосекундный лазер, который, вы знаете, используется в хирургии близорукости, которую мы устраняем. И у нас больные поступают сюда с близорукостью, и мы им улучшаем зрение. Вот на сегодня с помощью этого лазера мы можем выкраивать лоскут и готовить. То есть для этого не нужны трепаны, а это будет делать фемтосекундный лазер. И вот эти фемтосекундные лазеры, конечно, будут делать очень четкие. Очень четкие эти... То есть вырезать вот эту окружность и из трансплантанта, то есть из донорской ткани, и на глазу рецепента. То есть будут идеально ровные края и очень хорошая совпадаемость. Плюс там есть возможности другие еще приватные. Вот с использованием хемтосекундного лазера мы можем делать кератопластику не только сквозную, не только сквозную. Мы можем использовать и послойную, и заднюю, то есть пересаживать только эндопилиальную. Так, это сложно. Но на сегодня лазерные возможности вот такие есть. Поэтому мы оптимистично смотрим. Хирурги у нас готовятся. На сегодня вот у нас Белолюбский Иннокентий Николаевич, он уже прошел обучение. И я думаю, с нового года мы будем активно внедрять вот фемтосекундный лазер. А сколько человек владеет техникой? В принципе, вот эта техника операции владеет практически у нас, как все доктора, которые имеют высшую категорию в пересадке роговицы. То есть я думаю, что они и до этого тоже пересаживали роговицу, то это и кориллосвечебница ее делали. Конечно, фемто у нас пока владеют, будут владеть два доктора. Фемто это у нас те доктора, которые владеют, то есть работают с фемтосекундным лазером. У вас в планах есть обучить полностью всех, да? В планах всех как бы так не стоит обучить. В этом нет необходимости, но будет достаточный объем. В смысле я думаю, что не объем, а одна. Если будут объемы, у нас будут и хирурги делать те, которые... То есть у нас все равно имеется подразделение, понимаете? То есть у нас есть хирурги рефракционные, есть ветреолитинальные хирурги. Те, кто занимается преимущественно определенным типом операции, понимаете, выполняет. Потому что это глаз-то, видите, вроде бы кажется такой небольшой, но это же очень сложный орган. Это очень сложный орган, и офтальмология, она большая, несмотря на то, что глаз это такой вот маленький, но очень нужный нам орган. Это фактически наш головной мозг, вот ремесенный на периферию. Сама структура очень сложная, поэтому здесь есть место всем. Там и катарактальные хирурги, и глукома, и глукоматологи, и витролитинальные хирурги, и рефракционные хирурги. Ну, в общем, есть еще и косологи, и строгологи. А вот нуждающиеся, сколько человек нуждающихся? Вы знаете, нуждающиеся все равно, конечно, есть однозначно у нас, потому что на сегодня у нас, я могу озвучить такие цифры, конечно, пересадка роговицы выполняется людям с помутнением роговицы. Их все равно не так много, понимаете. Это раньше были травмы, не обращались к ним, не получали помощи, поэтому ходили, вот как на роде говорили, с бельмом, правильно, да? Сейчас такого уже нет, и, конечно, у нас таких людей не так много. Кератоконусов у нас, кератоконусов, то есть когда болеют роговицы неправильно, начинается ее кривизна не такая, или начинает болеть, то есть истончается в середине, принимает такую остроконечную форму, и очень сильно истончается в середине, но и этот глаз вообще может практически, ну, как бы, вскрыться. Таких, честно говоря, на моноголоидных глазах это не наблюдается, не характерно. Поэтому, ну, у нас очень много яс в организме, то есть у нас, вот, мы страдаем от того, что у нас в отдаленных районах республики, не во всех, даже вот до сих пор есть, например, в четырех районах на сегодня нет офтальмологов, ну, и плюс еще от, офтальмолог, то где у нас? Он у нас в центральной районной больнице, а в наследах, то есть в малых деревнях этого нет. То есть, поэтому очень часто бывает, люди травмируют глаза, и в связи с тем, что элементарно просто не капли, без инфицирующей капли развивается вот язва роговицы и приезжает к нам сюда уже поздно. Когда уже поздно, и тогда вот действительно здесь спасти может только, мы пересадим роговицу и будем проводить активную противороспалительную терапию. То есть сегодня можно сказать, что наблюдающиеся могут получить лечение, не выезжая за пределы республики? Да, конечно. Это хирургия востребована, это очень сложная хирургия, это все равно достаточно сложное развитие, тем более, я говорю, пересадка королевицы, она не обязательно поднимает, она тоже очень разная, у нее очень много вариантов есть, поэтому она может выполняться через микросовсем разрезы, даже не обязательно для этого скрывать глаз, допустим, по всей окружности. То есть можно, например, задняя эндотериальная перетопластика, она выполняется через маленький совсем разрез. Вот это хирургия, современные хирургии, это современные возможности, и сегодня они у нас есть. Спасибо, поздравляю вас. Спасибо большое. Проводится планомерная работа по улучшению, увеличению количества казанья высокотехнологичной медицинской помощи. Вот сегодня один из этапов этой работы, впервые в республике проведена пересадка кадаверной роговицы в термологической больнице. Это, конечно, большой успех для врачей, которые оперировали для самой больницы. Но вот эта больница, она входит в число семи из всех, которые у нас оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Это, конечно, прежде всего, республиканская больница номер один, номер два, это вот офтальмологическая больница. Первым этапом в развитии именно кадаверной пересадки органов были пересадка почек и печени, которые произведены в республиканской больнице номер один, бригадой хирургов. И в дальнейшем что планируется? Ну, вообще, надо сказать, что у нас вот за 10 лет количество оказания высокотехнологичной помощи увеличилось в 10 раз. И сейчас мы проводим уже порядка 6 тысяч случаев высокотехнологичной медицинской помощи. 60% их проводится в республике Захар-Якутия, остальная часть в федеральных клиниках. И каждый год это количество растет. То есть квот увеличивается? Да, то есть сейчас фактически нет квот, как таковых. То есть все больные, которые нуждаются, мы всех направляем в федеральные учреждения. Есть только проблемы по эндопротезированию суставов. Но надо сказать, что главой республики, в соответствии с указами от 24 августа, поставлена задача, чтобы еще большее количество больных, нуждающихся, оберенировались в республике. Поэтому вышел указ, предусматривается дополнительное финансирование, то есть будет закуплено оборудование, будет закупаться расходные материалы дорогостоящие, и увеличиваются госзадания медицинским организациям. И в результате количество операций, которые проводят наши республиканские учреждения здесь, в Якутске, оно значительно увеличится. И нашим пациентам не придется ехать в другие города, тратить дополнительные средства и так далее. Но часть, конечно же, операций сложных, которые выполняются в федеральных клиниках, они останутся, и этот путь у нас также остается. И надо сказать еще о том, что теперь есть три источника финансирования. Это федеральный бюджет, это республиканский бюджет, и это средства обязательного медицинского страхования. Благодаря такой планомерной политике, по указанию президента Российской Федерации, и это прозвучало в послании, которое вышло вчера, и политик правительства республики Саха-Якутия, нашего главы, с увеличением финансирования растет количество помощи. И все практически эту помощь получают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok